Сейчас в мире проводятся исследования по сохранению репродуктивного здоровья у женщин-онкогольных. Есть направление исследования, когда реконсервируют ткань яичника до того, как женщина прошла лучевую химиотерапию, чтобы потом, после наступления выздоровления, эту ткань подсадить женщине обратно, провести стимуляцию, получить клетки. Это пока только исследуется, но самые первые детки уже родились. Также проводят программу сохранения репродуктивного здоровья. Если есть возможность получить яйцеклетки у женщины до лечения онкопроцесса, то получают клетки, консервируют эти клетки, либо, возможно, если женщина замужем планирует детей от данного партнера, консервировать эмбрионы для того, чтобы нужно было потом их перенести в полость матки. Но чаще всего при онкозаболеваниях нельзя не стимулировать рост яйцеклеток до лечения, потому что препараты, которые стимулируют рост яйцеклеток, могут ускорить онкопроцесс. Также есть методика, когда пунктируют нестимулированные яичники, получают незрелые яйцеклетки, потом эти клетки выращивают в условиях инкубатора, и уже когда они созреют в условиях инкубатора, их оплодотворяют. Эта методика действительно распространена для женщин, которые больны любыми онкопроцессами, потому что стимулировать такие яичники нельзя. Это онкопроцесс только усугубит и ускорит его реализацию. Что касается мужчин, то дело в том, что сперматогенез занимает 72 дня. И, во-первых, у мужчин гораздо проще получить материалы для криоконсервации до прохождения лечения. И после прохождения лечения клетки, то есть сперматозоиды, обновляются полностью. Поэтому таких ограничений у мужчин, ну минимум на самом деле, у женщин все гораздо сложнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова